МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, уважаемые коллеги, дорогие гости! Сегодня мы собрались по случаю торжественного подписания соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования Российский экономический университет имени Плеханова. Слово предоставляется ректору Российского экономического университета имени Плеханова Виктору Ивановичу Гришину. Уважаемая Ольга Константиновна, уважаемые гости, уважаемые коллеги, Плеханова, прежде всего мы рады вас приветствовать. На самом деле давно ждем, но и вот все-таки это случилось. Поэтому радостно приветствовать человека, который закончил наш университет. Мы считаем вас, как, наверное, наше государство, одним из знаковых людей, которые закончили наш университет, и кем мы гордимся сегодня. И на самом деле, если смотреть вашу биографию, она, на мой взгляд, очень нестандартная, несмотря на то, что вы закончили, на мой взгляд, университет все-таки не очень давно. Ваш путь и путь и в бизнесе, и путь и на государственной службе, он, наверное, в какой-то мере примерный. И нам бы хотелось, на самом деле, чтобы вы иногда приезжали к нам и делились с нашими студентами секретами собственных успехов. Вот. И я думаю, что и для нас, и для них это, на самом деле, очень важно. И все понимают, что такой путь пройти очень непросто, и быть, ну, скажем, в ваши, в общем-то, небольшие годы, на 2002 год был, вы были еще моложе, быть, ну, скажем так, одной из наиболее влиятельных женщин, как вас тогда определили в Российской Федерации, еще раз повторяю, это очень непросто, и достичь вот таких высот, на мой взгляд, действительно, очень непросто. И то ведомство, которое вы сегодня возглавляете, я считаю, что, наверное, Минфин и вы, те основные ведомства, которые сегодня определяют и богатство страны, и богатство наше. Ну, и мы не в плане том, чтобы как-то вот, ну, использовать ваш авторитет на благо университета, ваши возможности. Мы хотели бы найти свое место. Вот. Если мы могли бы вам помочь в чем-то, для нас было бы, конечно, очень радостно. Мы считаем, что университет сегодня, ну, тоже, скажем так, он всегда имел определенные авторитеты. Сегодня мы имеем, по крайней мере, за последние годы мы его не потеряли. Мы действительно входим там в ведущие рейтинги, российские, международные. И в этой части мы занимаемся разными сферами экономики, в том числе экономикой имущественных отношений. И у нас есть там НИИ, которые мы недавно создали. Вот. И если была бы возможность, мы бы хотели заниматься, в том числе, может, какими-то экспертными работами или исследовательскими работами. И в части оценки работы государственных предприятий, и в части ваших функций в плане купли-продажи или реприватизации государственного имущества. Ну, и, наверное, вот наша-то основная стезя – это все-таки подготовка кадров. И нам бы хотелось, если была бы такая возможность, мы понимаем, что сеть ваша имущественная, она достаточно широкая. То есть в каждом регионе Российской Федерации имеется ваше подразделение. И помимо этого в каждом регионе Российской Федерации видим свои управления по имуществу имеются. Поэтому вот и с точки зрения подготовки кадров нам бы тоже хотелось быть по вашей стезе востребованными. То есть мы бы хотели, ну, каких-то отношений, и вот, Ольга Константин, дайте нам что-то, а мы бы хотели тоже найти свое место по возможности, чтобы как-то помогать государству и, если будем полезны, и в вашей системе. Университет, несколько слов о нем, он достаточно большой. В рамках модернизации образования мы сегодня преобразовались в, наверное, самый большой университет в России. Вот сегодня мы присоединяем, есть такой университет экономики и статистики. Идет процесс объединения с этим университетом. До этого мы присоединили еще три университета. И сегодня, с учетом МСИ, у нас должно быть порядка 120 тысяч студентов, 50 филиалов по России и за рубежом. Работа тоже серьезная в части, скажем так, повышения качества образования. Государство этому уделяет, на мой взгляд, достаточно серьезное внимание. Ну и мы здесь вот всем коллективом тоже стараемся, чтобы действительно каким-то образом быть не последними. Вкладываем мы силы душу, вот, и имущества у нас сейчас очень много, от половины хотели бы освободиться. Поэтому приветствую вас, спасибо вам большое за приезд, мы очень рады. Спасибо. Слово предоставляется заместителю министра экономического развития Российской Федерации, руководителю федерального агентства по управлению государственным имуществом, Орген Константиновне Дербуновой. Спасибо, коллеги. Петрович, спасибо отдельно, потому что, знаете, я много лет не входила в стены университета, которые я закончила. Частично потому, что, когда заканчиваешь университет, у тебя есть педагоги, они тебя выпускают, тебе очень хочется оправдать и доказать, что то, чему тебя учили, ну, в общем, не зря в тебя было вложено. Учеба моя прошла на время такое непростое, но как раз мы были тем поколением, я закончила Московский суд народного хозяйства имени Плеханова в 87-м году, и ровно на курс, когда я выпускалась, вышел закон о кооперации. И вот это вот наше поколение, за три года до нас, три года спустя, мы были вот как раз тем первым поколением, которое получило возможность, с одной стороны, из той академической стези, к которой вы нас готовили, попробовать себя в совершенно другом качестве. Наверное, это наложило отпечаток на наше поколение, потому что теперь, приходя в здание университета, хочется сказать, что не зря вы нас учили, так по большому счету. Большая часть преподавателей, которые, ну, собственно, у которых я училась, я вспоминаю, несмотря на двойки, тройки, сомнения, прогулы, я вспоминаю с огромным чувством декадарности, потому что все равно нет ничего важнее, чем фундаментальные знания. И когда сегодня, опять же, возвращаясь в первый корпус, подходя вот этой большой мраморной лестнице, я помню свое ощущение абитуриента, который пришел в приемную комиссию сдавать документы, и вот эта мраморная лестница, которая над тобой давлеет, и вот эти портреты, и эта большая аудитория, и ты проникаешься чувством глубокого уважения к тем, кто учился до тебя, того, кого учили до тебя, и, как еще раз говорю, очень хочется оправдать. Поэтому спасибо вам за оценку и признание того трудового пути, и тех карьерных достижений, которые есть у меня. Но, мне кажется, сегодня та роль, в которой я приехала в университет, она, наверное, самая важная в том, что Российская Федерация в лице Министерства экономического развития, в лице Росимущества может дать университет. Организация, которую я сейчас возглавляю, здесь есть мои сотрудники, наверное, она в какой-то степени уникальна. Потому что, с одной стороны, мы определяем то, чем владеет страна за пределами недр, это, по сути, вот все имущество Российской Федерации. И наша задача этим эффективно управлять тем, что нужно государству. А тем, что не нужно государству, определив это, эффективно продавать, отчуждать, возвращая деньги в казну Российской Федерации. И ты не можешь знать один какой-то предмет. Ты не можешь быть хорошим продавцом, чтобы просто продавать. Ты не можешь быть хорошим имущественником в области земельных отношений, знать только земельный кодекс, для того, чтобы делать свою функциональную задачу. Ты все время находишься на стыке задач между объектом недвижимого имущества, земельным участком, на котором оно находится, решением, что с этим делать в интересах государства, или как это эффективнее продать в частные руки, чтобы дальше получить результат. И люди, которые приходят на работу в Росимущество, у нас 3,5 тысячи человек, плюс еще 2 тысячи человек в Министерстве экономического развития, люди, которые приходят заниматься этими задачами, они вынуждены объединять в себе эти качества и непрерывно учиться. Потому что невозможно научившись 15 лет назад в нашем быстро меняющемся мире остаться там, где ты со своим знанием, где ты был. Поэтому 3,5 тысячи Росимущества – это молодые люди возраста от 25 до 40 лет, которые с радостью решают эти задачи, но которым не хватает людей, собеседников, у которых можно научиться. Мне очень приятно, что университет готов оказать нам вот это содействие в подготовке кадров, но мы со своей стороны готовы вам эти кадры предоставить. А самое главное, если кто-то у кого-то будет желание пойти к нам поработать, у нас не очень большие зарплаты, но у нас очень интересно. Поэтому если кто-то из выпускников увидит себя вот в этой вот имущественной роли, будет готов себя попробовать на стажировках, может быть, в каких-то аналитических документах для подготовки своих диссертаций или дипломных работ, мы как раз тот объект управления, который очень интересен. Мы на стыке. Мы меняем страну, потому что от того, чем мы владеем, как мы это эффективно управляем, как мы правильно распределяем денежные средства, ну, по сути, в зависимости от того, как финансируется образование, как финансируется социальное и здравоохранение, ну и, по сути, то, как мы сами живем там в своей стране. Поэтому огромное вам спасибо. Мы постараемся оправдать своими учащимися и теми, да, кто может получить вашу помощь в области подготовки кадров. Мы обещаем делать интересные исследования и работы, чтобы вашим сотрудникам было интересно с нами взаимодействовать. Ну, и если действительно мой опыт будет интересен, есть еще яркие люди, наши узкники, мы с радостью придем и поделимся с вашими студентами нашими знаниями. Ну, это очень важно. И поэтому, Ольга Александровна, я надеюсь, что то, что мы подписываем, будет не только вот какой-то декларацией, а на самом деле, наверное, мы будем продолжать. Декларовым год наше свидетельство. Спасибо. Спасибо. Ну, а теперь время торжественного подписания соглашения. Его подписывают со стороны Российского экономического государственного института Николая, ректор Виктор Иванович Вичин. Со стороны Федерального агентства по управлению государственным имуществом, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, директор Федерального агентства по управлению государственным имуществом Олега Константиновна Дергунова. Спасибо большое. Спасибо. Ну, коллеги, здорово. Спасибо. Я на самом деле считаю, что это начало какой-то новой работы, очень важной для нас работы. И надеюсь, что на самом деле вот это наше подписание, оно начало подписания других договоров, не рамочных, а уже более конкретных. Спасибо. Спасибо.